Утро на Елисея Ку-ку! В лесу родилась елочка. А если елочки у вас еще нет дома, то мы покажем, как создать интерьерные композиции в эко-стиле. И поможет мне в этом прекрасный дизайнер Юлия Семенова. Доброе утро, Юль! Доброе утро! Что будем сегодня творить-вытворять? Композиция на стол в эко-стиле. Все просто. Нам понадобятся еловые ветки, кружка, спил дерева и шишки. Сегодня мы делаем композицию из искусственной ели, но если это будет натуральное, то аромат Нового года вам обеспечен. Сейчас мы соединили, сформировали букетик, да? Помещаем букетик в импровизированную вазу. Юль, почему кружка сейчас используется? Да, мне кажется, это очень нестандартно и как-то уютно. Вот что-то есть в этом домашнем, такое приятное. И можно на работе, допустим, да, поставить? Да, небольшой формат букета позволяет очень мобильно его... Или дома на столе. Классно. Юля, чем будем украшать наш букет? Все, что найдем, ну, в первую очередь, эко-материалы. Хлопок, всевозможные шишки. Шишечки будем снова делать, да, блестящими? Да. Отлично, тогда я это сделаю я. Юль, как будем украшать наш букет? Есть какие-то правила? Самое главное правило так, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Чтобы это выглядело симпатично и крепко держалось на букете. Приступаем. Наша новогодняя интерьерная композиция готова. Юль, куда эту красоту поставим? Для этого мы сейчас распишем подставку из спила дерева. Просто распишем спил дерева при помощи акриловых красок, правильно? Да. Отлично. Вот такие композиции у нас должны получиться в итоге. Их можно использовать и как игрушки на елку, и как подставка, правда ли нам, Юль? Да. Допустим, вот такая пироженка. Да, либо под фрукты. Яблоко. Ну, а мы будем размещать нашу композицию. Юль, почему вообще эко-стиль так моден сейчас? Современные тенденции диктуют экологичность, простоту, уют. Поэтому натуральные материалы нам подойдут лучше всего и будут выглядеть очень модно. Современные интерьерные композиции создавала Юлия Семенова. Помогала ей Ксения Серебренникова. А снимал все это Денис Шабанов. С наступающим!